Автобус Милосердия У каждого кто-то случайно на улице оказался На этот раз к благородной миссии присоединились сотрудники исламского журнала УМА О том, что христиане кормят бездомных, молодые люди узнали из социальных сетей Мы сразу отозвались, потому что эта идея очень интересна, эта идея очень благородна И вообще все религии монотеистически призывают к тому, чтобы помогать своему ближнему В настоящее время в Кыргызстане официально зарегистрировано 3294 религиозные организации Из них 2884 исламского и 396 христианского направления А также иудаистская, буддийская община и БХИ Согласно статье 32 Конституции, каждому гражданину гарантирована свобода совести и вероисповедания Кыргызстан является полиэтническим, поликомфессиональным обществом После получения независимости у нас была принята очень либеральная политика в сфере религии Тем не менее, свобода вероисповедания у нас сегодня довольно хорошо обеспечивается Ну и можно сказать, что по сравнению с некоторыми другими странами Это многообразие сложилось исторически И на территории современного Кыргызстана всегда проживали представители разных религий Археологические находки свидетельствуют, что в разные периоды проживавшие здесь племена и народы Исповедовали и зороастризм, и тангрианство, и буддизм Это многообразие было обусловлено прохождением по территории Великого Шелкового Пути С исламом мы живем уже в 15 век Когда получили независимость, была основана первая религиозная мусульманская организация То значит, Духовное управление мусульман Кыргызстана И назначился первый муфти Кыргызстана О том, как развивается исламское сообщество, красноречиво свидетельствуют цифры В годы Советского Союза в Киргизской ССР было 39 мечетей Сегодня их количество достигает 2800, а более 80% населения считает себя мусульманами Вместе с исламом в Кыргызстане вот уже более 150 лет мирно живет и сосуществует православная церковь Археологические данные свидетельствуют о появлении христианства на территории Кыргызстана еще в средние века Но современная история православия начинается с момента вхождения страны в состав Российской империи в XIX веке Затем в годы СССР власти поддерживали политику атеизма Местные люди увидели в пришедших православных христианах не конкурентов, не врагов, не оппонентов А прекрасных соседей, с которыми можно вместе дружить Когда возникала вдруг редкая, редчайшая возможность где-то построить церковь Кто-то удивляется Те, кто помог финансово, были настоятели соседних мечетей, имамы Вот это пример отношения дружеского, добрососедского, близкого Помимо таких крупных религий, как ислам и православие В Кыргызстане также официально зарегистрированы и представители других конфессий Которые не столь многочисленны Одна из них — буддизм Недалеко от Бишкека, в селе Маевки, расположен небольшой храм Который буддисты называют «место пути» На территории современной Центральной Азии буддизм появился еще в I веке до н.э. Археологические находки в Чуйской области доказывают, что здесь располагались крупные буддийские комплексы VII-XIII веков Современный буддизм в Кыргызстане существует всего 30 лет В Кыргызстане она была зарегистрирована в 1989 году Это общество, и она существует и поныне В Кыргызстане также есть представители одной из самых молодых религий — Бахаи Она зародилась в Персии в середине XIX века А первая в мире организованная община Бахаи за пределами современного Ирана Появилась в Ашхабаде в начале 1880-х годов Там же в 1918 году был построен первый в мире храм Бахаи Официальную регистрацию в Кыргызстане эта организация получила в 1992 году Сейчас в стране насчитывается 12 общин Бахаи и несколько сотен последователей этой религии В Кыргызстане я не встречалась ни с каким видом какой-то агрессии Когда они узнавали, или я говорила, что я Бахаи и принадлежу какой-то другой конфессии Кенжибек Батабаев, настоятель лютеранской церкви в Кыргызстане, вспоминает, что ему и другим лютеранам Пришлось пережить немало гонений и непонимания со стороны соотечественников Прежде чем прийти в лютеранство, он 15 лет проработал в органах внутренних дел А затем поступил в духовную семинарию в Бишкеке В прошлом было тяжело В настоящее время люди стали понимать религию, вероисповедание Мы себя хорошо чувствовали и прихожане После того, как вся еда роздана, сестра милосердия Ольга и активисты обмениваются контактами Они договорились и в дальнейшем проводить совместные акции Нужно с молодежью, с растущим поколением Доносить до них, что мы живем в одном государстве И неважно, является ли он христианином или вообще другой верой, может быть, даже буддистом Ну, это неважно, в первую очередь он человек, являясь ограждением этой страны